Приветствую вас! Смотрите, ваш вопрос, его можно разбить на две части составные. Первая часть будет касаться вашего мужа. Стация такая. Если вы спрашиваете о том, почему муж себя так с вами ведёт, то ответ здесь одновременно простой и в то же время сложный. Он ведёт себя так, потому что вы ему позволили, что он такой человек. То есть ваш муж был таким человеком изначально. Ваш муж считает для себя приемлемым так с вами вести. И что самое главное, вашего мужа абсолютно всё устраивает. То есть ему не нужно меняться, ему не нужно что-либо менять в своей, собственно, жизни. Вашему мужу. А зачем менять что-либо? Если у него всё есть, если у него, в конце концов, есть вы, если его всё устраивает, зачем ему менять? Поэтому ваш муж – это человек, который выбрал для себя подобную позицию. Это человек, который решил, что именно так он будет вести себя с женщинами, с вами. И это человек, который считает, что, ну, вообще-то говоря, он находится в своём праве, скажем так. Вообще-то говоря, он находится в своём праве так себя вести. «Хорошо это» или «Плохо это» мы сейчас говорить не будем. Почему? В самом деле это лишено смысла. Человек такой, он ведёт себя так, и сейчас это реальность. Нет, конечно, можно задать вопрос такого плана, как, например, всегда ли он себя так вёл? Или вначале он вёл себя по-другому? Ну, вы же, вы же, вы же когда-то познакомились, вы же как-то стали вместе жить. У вас ведь есть совместный быть даже. То есть вы решили сделать этого человека своим мужем, да? Что вызывает автоматический вопрос о том, а насколько вы были свободны в своём выборе, на сколько это был ваш выбор, на сколько он был свободным от, скажем, ну, от родителей, на сколько он был свободен от всех, в общем. Понимаете? То есть история, она именно такая, чтобы ваш муж с какого-то момента начал так себя вести. И вопрос заключается в том, с какого момента он начал так себя вести и чем он это, собственно говоря, объясняет. То есть что он говорит, о чем думает, чего хочет, когда так себя с вами ведет. Чего хочет муж, например, для вас? Чего хочет муж, например, для себя? Чего хочет муж вообще в целом для вас как для семейной пары, для вас как для семьи, например, и так далее. Важный ли это момент? Да, важный, потому что от того, что мужчина хочет, зависит то, насколько будут, ну например, реализованы, насколько будут реализованы ваши уже собственные желания. А это все-таки совершенно разные вещи. Вот. Это, я надеюсь, мы с вами поняли. Дальше. Понимаете ли вы сами мотивы поведения своего мужа? То есть, понимаете ли вы, почему он мог начать так себя с вами вести? Понимаете ли вы, почему он так себя с вами ведет? И самое, наверное, главное, это можете ли вы сделать, собственно говоря, что-то, чтобы он перестал так себя вести? Ну может быть есть какие-то обоснования для этого, может быть есть какие-то причины для этого, может быть есть какие-то обстоятельства, которые стимулируют мужчину к тому, чтобы он вел себя именно так. Так, если у вас есть информация по данным моментам, самое время эту информацию, как бы, начать использовать и самое время ее анализировать. Сейчас это, я полагаю, ну, сейчас это уже актуально, как никогда. Вот. Сейчас это важно, как никогда. Надеюсь, вы отдаете себе в этом отчет. Далее. Теперь. Если мы говорим о том, значит, что с вашей стороны, значит, определяет, обуславливает такую модель поведения со стороны мужчин. Здесь момент такой. Вы так себя поставили. То есть вы позиционировали себя таким образом, что мужчина решил с вами так обращаться. Скорее всего, вы недостаточно уверены в себе. Скорее всего, вы чрезмерно, чересчур, зависимы от него. Скорее всего, вы сами, чересчур, вероятно, в себе не уверены. Ну, то есть вы, может быть, недостаточно цените себя, недостаточно любите себя, недостаточно уважаете себя. Понимаете? То есть это, по сути, отношение мужа к вам. Да? Отношение мужа к вам. Оно отражает то, как вы сами себя видите. Оно отражает то, как вы, ну, скажем так, сформировали о себе представление. То есть никто вас не будет, например, уважать, да, и ценить просто так. А для этого нужно ценить и уважать себя. Если вы цените и уважаете себя, то, соответственно, и к вам будут относиться подобным образом. Если вы не цените и не уважаете себя, то, соответственно, к вам будут относиться по-другому. Не столько ли это? Да. Не столько, но по-другому, к сожалению, не бывает. И поэтому первое, что нужно вам сделать, пожалуй, первое, что необходимо сделать вам, это, я бы сказал, значит, взять ответственность. Взять ответственность за себя в жизни, да, взять ответственность на себя за то, что с вами сейчас происходит. То есть это не муж так себя с вами ведет, это не муж, это вы. И вы так захотели, подсознательно вы так же желали, чтобы он себя так с вами вел. И он сейчас вот на сегодняшний день именно так себя с вами ведет. Почему? Это вопрос, опять же, скорее к вам, нежели чем к мужчине, потому что не устраивает вас что-то, а не его. Знаете, вот если бы, если бы не устраивало его, то можно было бы тогда сказать, что да, вот. Его что-то не устраивает, ну, соответственно, его что-то не устраивает, значит, можно тогда к нему обратиться. Вот, значит, почему тебя это не устраивает. А если не устраивает вас, то нужно и анализировать то, как вы себя позиционируете. В тот момент, когда происходят вот эти вот нежелательные вещи между вами и вашим мужем, прислушайтесь к своим ощущениям, прислушайтесь к своим эмоциям, прислушайтесь к тому, что вы чувствуете. Я уверен, что вы почувствуете себя примерно так же, как вы чувствовали себя, ну, например, в детстве со своими родными. Я уверен, что вы почувствуете себя так же, как вы часто чувствовали себя в каких-то других ситуациях, на первый взгляд, даже никак не связанных с теми, в которых вы оказались сейчас. То есть, все дело именно в чувственном фоне того, что вы ощущаете. То есть, грубо говоря, ответ на ваш вопрос кроется именно в том, что у вас за эмоции возникают. Когда вы со своим мужем находитесь в таком вот нежелательном конфликтном состоянии. И вот цепочка, цепочка, ассоциативная цепочка приведет вас к истокам, к началу, к началу такого поведения и такого позиционирования себя. И тогда увидите вы, в каких ситуациях мы приняли решение тогда, в детстве поступать так. Вы увидите, кто стимулировал вас к тому, чтобы поступать так. Вы увидите, чего хотел этот человек, который стимулировал вас поступать так. Вы увидите, какую цель преследовал человек, который стимулировал вас поступать так. И вы увидите, что этот человек для вас значил. Ну, при должной работе вы сможете почувствовать влияние этого человека на себя. То есть вы сможете увидеть, как человек, вот этот человек, именно этот, влияет на вас. Как именно он оказывает влияние. То есть, как, например, часто вы прислушиваетесь к нему, к нему, к этому человеку. Хотя рядом, может быть, его уже давно нет. Вот, путём такой работы вы придёте к тому, что увидите, из-за чего вы с мужем сейчас находитесь в таком состоянии. Но, если говорить о корректировке вашего поведения, да, то для начала нужно обязательно менять свою модель отношения к нему. То есть, во главе угла стоит понимание того, что мужчина не изменится, если его всё устраивает, соответственно, если его не стимулировать, он не поменяется. Во главе угла стоит то, что мужчина не будет так себя вести, если он будет чувствовать себя с вами, мужчиной. Ну, при условии, опять же, при условии, опять же, понимания того, какой он мужчина. То есть, что на, например, эмоциональном уровне доставляет его, или помогает ему, или даёт ему ощущение, что он мужчина. Понимаете? То есть, если, например, человек, допустим, считает, да, допустим, если человек считает, что он является мужчиной, лишь тогда, когда его женщина, там, например, унижена и оскорблена и прочее-прочее, да, это же вам приставит решить, хотите ли вы быть такой женщиной. Понимаете ли вы, что только это сделает вашего мужчину, ну вот, который сейчас с вами по факту счастливым? То есть, понимаете ли вы это? Если вы понимаете, ну, то есть, грубо говоря, понимаете, что ему нужно, если вы отдаёте себе отсчёт в этом, что в том, что ему нужно, нужно, в таком случае, соглашаться на его модель поведения, на его представление о том, какой должна быть женщина рядом с ним. Но только если вы сами, если вы сами будете чувствовать себя счастливой в этот момент. Потому что если вы будете несчастливой, то это означает, что вы нечестны. Это означает, что данная модель поведения, ну, например, женского поведения, или данная модель, допустим, скажем, мужчины рядом с вами, данный образ мужчины, который рядом с вами, он не является вашим. Потому что вы не чувствуете себя счастливой. И, соответственно, в таком случае, это требует того, чтобы вы изменили данный момент. То есть, либо стали другой женщиной, которая, например, больше подходит мужчине, либо вы просто-напросто взяли бы другого мужчину себе в партнеры, ну, может быть, в мужья и так далее. То есть, здесь нужно определиться именно с моделью женского поведения и с представлением о мужчинах вообще как таковых. Вот. И дальше, конечно же, уже в зависимости от этого, выстраивать свою дальнейшую стратегию. То есть, если вы, например, понимаете, что мужчина, он, в общем, вам симпатичен, если вы понимаете, что мужчину своего вы, в общем и целом, любите, что он хороший и так далее. Ну, просто вот, значит, запутался, да, просто запутался. Может такое быть? Да вполне. Вполне такое может быть. Но то, что он запутался, не даёт ему право, да, вести себя с вами так. Поэтому, если вы чётко знаете, что этот человек глубине души ваш, если вы чётко знаете, что человек глубине души хороший, то нужно простимулировать мужчину, чтобы его хороший образ, ну, хороший образ, понятно, для вас, взял верх над образом негативным, то есть тем, который есть сейчас. При этом необходимо понимать, что мужчина сделает это только в том случае, если вы для него важны. Опять же, в глубине души. Души. Если в глубине души вы для него не важны, то и делать этого он, скорее всего, не будет. Это нужно так же понимать. Чем лучше вы это для себя поймёте, тем легче и проще вам будет. Так же необходимо сразу отказаться от идеи о том, что перемены будут сразу, моментально. Ну, не будет сразу перемен, не будет моментальных изменений и потребуется терпение и выдержка для того, чтобы вы смогли показать своему партнёру, что вы изменились. И так как раньше, да, так как раньше было, например, уже не будет. Ага. Здесь самое главное не спорить. Здесь самое главное что-либо не доказывать. Спор, ссоры, вовлечение в дискуссии. Всё это, к сожалению, выглядит со стороны мужчины, который будет стремиться удержать данную модель поведения, ну, ту, которая есть у него сейчас. А для него это всё будет выглядеть как слабины. То есть вы, грубо говоря, дали слабину и, соответственно, благодаря этой слабине, мужчина теперь, например, знает, что вы, ну, ну, недостаточно искренне, в своём желании, допустим, показать ему, что вы теперь другая. То есть если вы принимаете решение о том, что всё, вот, вы ведёте себя иначе, всё, вы ведёте себя по-другому, всё, вы не позволите мужчине больше обращаться с вами так, как он это делал, вот. То необходимо терпение и выдержка для того, чтобы вы действительно к этому пришли, чтобы он увидел, поверил вам. Потому что люди, особенно люди, люди, ну, такие достаточно зрелые, вот. Они, эти люди, как правило, с трудом, с огромным трудом воспринимают перемены в жизни. И для того, чтобы перемены в жизни стали для них какими-то, ну, нашимыми, да, какими-то серьёзными, вот, относительно, хотя бы. Людям нужно время. И время это, к сожалению, очень сильно варьирует. То есть там варьируется оно, это время от нескольких месяцев до заканчивая там несколькими годами, вот. И поделать с этим, к сожалению, ничего нельзя. Человек, он, он вот такой, какой он есть, и что здесь сделать, если перемены всегда воспринимаются трудом, и выдвинуть, выдвинуть желанием человека сохранить баланс какой-то в своей жизни. Поэтому я вам желаю удачи в вашем деле. Теперь у вас есть достойная цель. Захотите ли вы меняться извне во внутрь, или захотите ли вы меняться изнутри во вне, это уже решать сугубо вам. Я надеюсь только, что решение будет принято взвешенное и, как бы, такое серьёзное и обдуманное, и вы это решение начнёте воплощать в жизнь. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok